Всем привет! Сегодня у нас тема выпуска района Северного Кипра как есть. Это очень важная тема, потому что когда люди только собираются сюда переезжать, главный вопрос не заключается в том, купить виллу или квартиру, вид на горы или на море, нужна инфраструктура или нет. Самый первый вопрос, который возникает, это какую сторону выбрать, а именно какой город. Искелия, Алсанжак, СНТП, Кирения, Фомагуста, Боас, их здесь огромное множество, поэтому в этом ролике мы будем разбираться в каждом из них и в конце сделаем вывод, где лучше жить. Давайте начнем немножко с географии. Вообще Северный Кипр очень удивительное место и по своей природе. И смотрите, он разделен горным хребтом на две части. На южную, на южное побережье, то есть Искелия, Боас, Фомагуста, и на северное побережье Алсанжак, Кирения, СНТП и другие города. И как раз-таки этот горный хребет и создает климат. То есть получается здесь у нас, на этой стороне, здесь у нас до гор много-много километров, их видно издалека, здесь равнинная местность, такие поля, летом они выжжены, зимой более зеленые и здесь много пляжей. С северной же стороны, там горы находятся очень близко к морю, из-за этого там очень живописно, зелено, более влажный климат, и там очень много недвижимости в горах и на возвышенности. То есть это такое главное отличие. Если мы говорим о том, какая сторона более развита, то сказать сложно, потому что и там, и там есть развитые города. Но если мы говорим все-таки о таком более активном образе жизни, это северная сторона, потому что там очень много бизнес-центров, много машин, много молодежи, много ночных клубов, кафе, ресторанов. То есть в этом плане, если вам нужна такая активная жизнь, как в городах, это северная сторона, а если вам нужен курорт, то это вот здесь, Искелея, Буаз и так далее. Ну а сейчас давайте разбираться в городах. Кстати, а поможет вам разобраться в городах наш бот, вот у Суркон Эстейт, ссылка на него под этим видео. Скорее переходите, и там вы сможете изучить различные услуги и места во всех городах северного Кипра. Вам всего лишь нужно задать услугу или место, то есть там у вас будет меню. Допустим, вам нужен спортзал. Нажимаете «Спортзалы» и потом выбираете локацию, допустим, Буаз, и он вам отправит подборку всех спортзалов. Сразу с номерами телефонов, с локациями. Это супер-супер удобно, поэтому скорее пользуйтесь. Ну а кто уже успел нашим ботом воспользоваться, пожалуйста, напишите в комментариях, что нам доработать, или наоборот, все супер. Итак, давайте начнем разбираться с этой стороны, то есть где у нас Искеле. Ну и давайте начнем с Помогуста. Смотрите, Помогуста – это густонаселенный город, который состоит из домов, да, жилых, и университета. То есть там живут как местные, так приезжие, так и студенты, потому что университет занимает 1,4 площади всего города. Население там интернациональное, то есть там много иностранцев, студенты просто со всех стран мира. Этот город напоминает собой, ну, в принципе, вообще такой любой город за границей. То есть есть и высотки, и малоэтажная постройка, и кафе, и рестораны. Вот, ну, еще раз говорю, отличительная особенность заключается в том, что там много студентов. Также там есть торговый центр. Очень классно, что там есть старый город с красивой архитектурой, с памятниками архитектуры. Также там в Лизе есть город Вороша, город Призеров, куда классно отправиться на экскурсию, потому что он был закрыт 50 лет. Вот, также там очень близко граница с Южным Кипром. То есть это такое место, где в основном у нас живут семьи, кому нужны школы, университеты, либо молодые люди. Но еще один вариант, почему там живут люди, это для того, чтобы сэкономить, потому что недвижимость, как цена на покупку, так и на аренду, там намного дешевле, чем, допустим, в Ускеле. Дальше мы поговорим о Левкоше. Хоть Левкоша находится ближе к Кирении, там ехать всего около 15-20 минут, я отнесу это к Южному побережью, потому что горный хребет разделил так, что Левкоша находится по ту сторону гор, то есть по ту сторону от Кирении. Этот город является сразу столицей двух стран, Южного Кипра и как раз-таки Турецкой Республики, Северного Кипра, и граница переведена прямо вдоль этого города. Этот город напоминает мне собой Фомагусту, да, то есть такой же город, только далеко от моря, километр до моря. Такие же высотки, отели, но он более загруженный, и среди покупателей он менее интересен, то есть там не так часто покупают недвижимость, потому что там действительно рядом только бизнес-центры, университеты, но это также хороший способ сэкономить, потому что до Кирении близко, то есть до живописных видов, до пляжей, все близко, но недвижка там дешевая, то есть такой вот вариант. Туда очень многие отправляются, чтобы решить свои дела по документам, потому что все основные госучреждения находятся именно там, там можно сдать на права, в общем, там можно сделать абсолютно все, но и также туда отправляются на шопинг, да, чтобы купить одежду и так далее, то есть такое вот место. Итак, Искеле, один из самых знаменитых районов здесь, очень распиаренный район, кто-то называет его аналогом Сочи, кто-то аналогом Анапе, кто-то и аналогом Майами, то есть кому с чем есть сравнивать. Если мы говорим об этом районе, то он отличается тем, что это длинные песчаные пляжи, и посреди них вдоль дороги стоит такой город с высотками, и напротив него находится пляж с набережной, с кафе Long Beach. Там сейчас строят и высотки, и малые этажки. Этот район на самом деле любят многие, потому что там очень удобно и комфортно жить. Ты живешь в спокойствии, в тишине, у тебя все рядом, и магазины, и аптеки близко, и да помогу-сты тоже, да, о котором мы только что поговорили, то есть 20 минут на машине, и вся инфраструктура тебе доступна. Там строят хорошие комплексы с такой масштабной инфраструктурой, бассейны и так далее. Ну и, конечно же, этот район, этот город любят те, кто очень устал от городской суеты в своих родных городах. Они сюда приезжают и просто отдыхают за все прошедшие годы такой суетной жизни. Этот район развивается последние 10 лет, его очень полюбили наши соотечественники. Там действительно процентов 80, ну давайте 70, это русскоязычное сообщество. Ну и люди себя чувствуют комфортно, как дома, везде слышна наша речь. То есть в этом плане люди тоже выбирают этот район. Дальше район Яни-Базычи. Этот район расположен между Искеле и Помогустой. В основном там малоэтажная постройка, то есть виллы и апартаменты, высоток там можно почитать, на думе, на пальцах одной руки. Вот. Этот район очень любят семьи, потому что там тишина, спокойствие, рядом школа, напротив шикарный пляж. Также там рядом пляж и старый город Саламис. То есть там в основном, еще раз говорю, селятся люди, кто просто хочет себе виллу. Виллу, потому что там сейчас много свободных земель, можно купить участок и построить себе свой домик, ну либо уже купить что-то готовое у застройщика. Вот. В основном там не любят жить подростки, потому что все семьи, да, у которых есть подростки, мне все жалуются, говорят, не нашим детям, не с кем гулять там. Мы не отпускаем их, допустим, автостопом. Вот. То есть такой нюанс этого города, но, в принципе, он удобен своим расположением. 10 минут до Скиле, 10 минут до Помогусты. В общем, идеальный вариант для тех, кто хочет умиротворить. Ну и последний популярный город на этой стороне – это у нас Боаз. Это даже не город, это регион. Он находится возле Скиле. Ехать 15 минут сейчас набирает обороты, развивается буквально последние пару лет. То есть он по концепции действительно очень похож на Скиле. Высотки, малые этажки, шикарные пляжи. Но у него есть огромное преимущество перед Скиле. Если Скиле застраивается, получается, за трассой, то есть трасса разделяет этот район от моря, то в Боазе комплексы строятся прямо на берегу. И поэтому многие пророчат ему будущее, что он станет еще круче, чем Скиле. И вообще сейчас там даже строят проекты 25-этажные в дубайском стиле. То есть это действительно говорит нам о том, что этот регион вполне возможно обгонят из Скиле. Вот. Недвижка там сейчас чуть-чуть подороже, потому что, еще раз говорю, близость к морю. Но сейчас переходим на другую сторону. И начнем мы с СНТП. СНТП это район, который... Он застраивался немного лет назад, но активное развитие началось буквально последние два года. Там нет высоток. Там только малоэтажная постройка. И знаменит он тем, что строится там все на возвышенности. Из-за этого, вы сами понимаете, шикарный вид открывается на море и на горы. То есть там, как бы, все строится на скалах прямо над морем. Просто там очень шикарно, очень живописно. Очень многих туда привозят сейчас на инфотуры, потому что, ну, там ты, правда, влюбляешься в Северный Кипр. Там невозможно в него не влюбиться. Но, конечно же, есть свои нюансы. То, что сейчас там практически кроме жилых комплексов вообще ничего нет. До ближайшего города Кирении ехать около 15-20 минут. До того же Искелея около 30 минут. То есть в плане инфраструктуры там все не очень. То есть если у вас нет машины, или вы не планируете никуда выезжать, просто вот лежать на гамаке или на шезлонге, смотреть на море, сбежать от цивилизации, это лучший вариант. Потому что я вам сказала, и не базачи такое место, но нет, точно нет. СНТП у нас вне конкуренции. То есть там пока что такая реально лакшери, я скажу вам, глушь. Но это в хорошем смысле. То, что действительно, вот кому нужно вот это вот умиротворение души, на сегодняшний день это самый лучший вариант. Но он уже развивается. То есть там строится и яхт-клуб. Буквально через пару лет уже такого не будет. Поэтому ловите последние годы этой тишины. Дальше после СНТП у нас идет Кирения. Один из самых знаменитых городов. То есть на Слуху, да, так же, как и Искеле. И мне Кирения напоминает очень сильно Фомагусту, но она в сто раз красивее. Это очень красивый город. Ты просто оказываешься где-то в тропиках, потому что ты гуляешь по набережной. Здесь все набережные, здесь у тебя горы, пальмы. То есть там очень красиво. И в эту красоту умудрились уместить город, да, с высотками, с бизнес-центрами. Причем это все вписывается в старинную архитектуру, в крепость. И многие вот не могут определиться, Фомагусту или Кирения, Фомагусту или Кирения. И вот все-таки кому нужна природа, это точно Кирения. Потому что город, по сути, такой же, но там действительно глаз радуется намного больше. Дальше после Кирения у нас идет Алсанжак. Очень популярное место среди наших соотечественников. Это тоже такое курортное местечко, хоть оно находится и возле Кирения. Там у нас в основном жилые комплексы, жилые комплексы, близко к морю. Вот, то есть это такой же аналог из Киле, только очень живописный, с таким более влажным климатом. Вот, то есть тут действительно, мне кажется, нужно выбирать, что вам нужно, какая вам нужна природа. Потому что по концепции, ну, правда, очень похоже. Там есть также русскоязычные люди, там есть различные магазины с едой, к которым мы привыкли. То есть, это, правда, такое для меня, это аналог из Киле. Очень красивое место. И дальше это Лапта. Лапта это у нас продолжение Алсанжака. Только если в Алсанжаке дома, виллы строят ближе к морю, то в Лапте оно все уходит в горы. То есть есть, как и у моря, но и также вот в горах. Вот, такое только отличие. Ну, то есть это тот же Алсанжак, просто более уходит в горы. Вот такие отличия. Поэтому, в принципе, мы с вами разобрали все самые популярные районы Северного Кипра. И правда, что выбрать, можете только вы. Но я вам скажу, по видео действительно очень-очень сложно. Чаще всего все влюбляются в картинку Северного побережья, то есть где у нас Алсанжак, Киреню, потому что виды, правда, шикарные. А здесь по видео кажется, как бы, блин, какая-то пустыня. Так многие называют Искеле в пустыне. Но когда приезжают, ожидания и реальность не совпадают. То есть кто-то влюбляется в Искеле, кто-то в Алсанжак. То есть, ребят, очень важно приехать сюда и самим выбрать. Да, вам риэлторы могут посоветовать и рассказать о каждом районе, но все-таки если вы покупаете не для инвестиций, а именно для жизни и хотите купить дистанционно, самый лучший вариант приехать самому. Да вы, пожалуйста, напишите в комментариях, какой район для вас самый привлекательный, а какой самый ужасный, вы бы там никогда не жили. Я с вами прощаюсь. Вы были на канале Живой Кипр, Саркон Эстейт. Меня зовут Лилия. Всем пока.